Вот это надо учитывать. Смотрите, нам не важно, что за 50 лет наблюдения мы с какой-то скоростью двигались, чуть сместились. Нам важно, что Земля крутится вокруг Солнца, и у нас сегодня одно расстояние до пульсара, а через полгода совсем другое расстояние до пульсара. Вот это уже не выпадает, это надо учитывать. Дальше есть поправки, связанные с общей вероотносительностью. Есть Эйнштейновская поправка, связанная с тем, что у вас луч света идет в гравитационном поле, и, соответственно, поэтому возникает как бы красное смещение. Понятно, пульсар это периодический сигнал, атом это у вас тоже периодический сигнал, он вам дает, колеблется какой-то частоты, вы помешаете его, вы знаете, что если вы поместите один атом здесь, а другой вот здесь, можно померить, что они тикают с разной частотой. Это вполне измеренная вещь, что вот тут и вот тут гравитационное поле разное. Здесь это тоже работает. И, наконец, есть еще замечательный эффект Шапира, связанный с тем, что световые лучи, проходя в гравитационном поле, пусть они даже симметрично проходят, то есть они вот насквозь прошли, но они шли по изогнутой траектории. И это тоже приводит к запаздыванию, это уже будет зависеть от того, насколько близко они шли к объекту, являющимся источником массы, являющимся источником гравитационного поля, массивного объекта. Все эти эффекты работают А в Солнечной системе, вот значок Солнечной системы, Б в системе радиопульсара. Все это надо учитывать. Но прелесть в том, что когда вы напишете много уравнений, то тогда у вас возникнет возможность определить много параметров. У вас есть параметры двойной, эксцентриситет, орбитальный период, всякие изменения, но вот аналоги движения перигелия-меркурия, это, естественно, происходит в системе двойных радиопульсаров, у вас возникнет много уравнений, вы сможете определить все эти параметры. И во все эти уравнения входят массы. Вдобавок вы сможете вытянуть массу. Ну вот, собственно, всякие разные уравнения, обсуждать я их не буду. Там самое простое. Вот меняется орбитальный период двойной системы из-за излучения кровиционных волн. Сюда входят массы объектов в этой системе. Вот эффекты Шапира, он распадается на две составляющие, опять же, входит масса того объекта, в поле которого распространяется сигнал. То есть не масса пульсара, а масса компаньона. Вот аналог движения перигелия-меркурия. Сюда входит, соответственно, комбинация масс обоих объектов нейтронных звездов. Так вот, имея много уравнений, вы можете нарисовать для разных масс компаньон, как бы у вас ввели эти параметры при разных массах. И вот то, что, собственно, было сделано Тейлором, ну и Халсом, за что была дана Нобелевская премия. Вот данные по первому двойному радиопульсару. Вот они, эти эффекты. Изменение орбиты, движение перигелия, одна часть эффекта Шаппира, другая часть эффекта Шаппира. И что-то я не помню, что такое вот это. Что еще там в таком, после ньютерных такого? Постойная региона. Сферная региона. Не подойдет. Все постоянно. Так вот существенно, что все это должно пересекаться в одной точке, и это пересекается в одной точке. То есть вот вы видите точность определения масс пульсара и его компаньон. Точность очень высокая. Действительно сотые доли массы Солнца. Но вот пульсар был открыт давно, больше 30 лет назад. Сейчас это уже несколько тысяч на точность измерения массы. Просто потому, что наблюдается много эффектов общей вероотносительности. Вот, собственно, существенная вещь, которая недоступна для других систем. У вас есть очень точные часы. Вообще, индивидуально пульсар идет точнее, чем атомные часы. Это очень хорошо. На этом пытаются периодически построить систему измерения времени. Но сейчас у них там ожидается прорыв в точности атомных часов. Но идея пока такова, что на коротких масштабах времени, если вам нужно год, два, десять держать точное время, атомные часы будут лучше ньютронных звезд. А вот если вам для чего-то нужно непрерывно держать время сотни лет, то ньютронные звезды могут показаться лучше, чем атомные часы. А вот имея атомные часы в сильном, в реабилитационном поле второй ньютронной звезды, вы можете очень точно измерять их массы. Есть один уникальный объект, который был открыт в 2002 году. Простите, пожалуйста. Реально измеряемым является именно период. Реально измеряем его вариации за счет тех и тех инфектов. Да. Период вращения пульсара. Нет, ну вот. То есть мы, как говорится, вращение... У вас имеется много инфектов. Вращение пульсара, вращение земли и прочее. И вот... Но мы наблюдаем просто период, как говорится, сегодня, период через полгода и так далее. Вот примерно такая. Вот этот набор данных приводит к вот этой... возможность построить эту период. Да. Сему верно. Простите, пожалуйста. Да. А вот я все-таки понимал так, что система этого Хауса Тейлора, она как раз показывает, что период изменяется, и довольно сильно. Да. Вот орбитальный период меняется. Нет, меняется орбитальный период, можно сказать. Да, то есть то, что он увидел на 7-м году, и то, что сегодня, а это набегает секунды-секунды по этим набегает. Да, орбитального периода. А мы изменяем период вращения. Вот это там, у него миллисекунда, ну я не помню, там полторы миллисекунды, период вращения, вот он меняется в девятом знаке, там, за... Я не понял, период вращения кого? Некронной звезды? Да, в нейтронной звезды. Очень точно стоит вот этот... А период вращения, он... Вот он, видимо, меняется, вот эта величина, а период вращения, он очень стабильный. А какого порядка размер пары, дмитрий, ровно звезд? Размер пары. Ну, орбитальные периоды могут быть часы. Давайте дадим студентам задание посчитать по закону Кеплера при двух массах, там, по одной массе Солнца, период вращения. То есть это Юпитер? Не-не-не, Юпитер период вращения в шесть лет. Ближе к Меркурию. Ну, гораздо, да. У него 88 дней, а там 88 минут будет. Ну, соответственно, там в степени вращения. Так вот, есть уникальная система, или, если угодно, была, открыта в 2002-м, по-моему, году. Это система, где было видно две нейтронных звезды, обе являлись пульсаром. Одна является нормальным миллисекундным пульсаром, это звезда А. Ее открыли первой, а потом увидели, что вторая нейтронная звезда тоже является пульсаром. Это достаточно молодая нейтронная звезда, вторая, она еще не успела затормозиться, ее ничто не раскручивало. У нее период длинный, секунды. И вот это была единственная система, где мы видели две, но тут, естественно, точность возрастает кардинально. Потому что у вас измеряется не один период, а два. Это означает, что вы не для пяти параметров получаете уравнение, а для десяти. Для того, чтобы определить всего лишь две массы. Поэтому здесь, вот отзумленную область, здесь за пару лет они получили точность измерения масс порядка одной тысячи. Сейчас, к сожалению, поскольку пульсар прецессирует, его пучок перестал попадать на Землю. Мы видим только миллисекундный пульсар. То есть сейчас система перестала быть двойным радиопульсаром с этой точки зрения. Но, тем не менее, изучать ее продолжают. Вот это сейчас самое точное измерение массы. Но, как вы видите, массы совершенно, опять-таки, заурядные. Я могу отмотать назад, там точное будет число, но что-то типа 1,2 и 1,3 массы. А, ну вот, собственно, здесь можно показать. 1,24 с чемто и 1,33 с чемто. Совершенно вот такая неинтересная комбинация. Но зато это потрясающе точное измерение и важно для проверки всяких эффектов общей теории относительно. Самое массивное. А в прецессии такой нейтронной звезды тогда тоже будет гораздо быстрее, чем у планеты? Да, ну вот она там за десятки лет, по-моему. То есть есть шанс, что скоро студенты там скоро смогут снова выйти? Я не помню период, но студенты студентов смогут. Студенты я не помню, честно. Студенты студентов, это период это? Десятки лет такой, да, период. Нам интересно измерять большие массы, вот что существенное. Поэтому 1,3 нам абсолютно неинтересно, даже если измерено с колоссальной точностью. Интересно измерять большие массы. Это нужно лучше делать в системах с белыми карликами, потому что там нейтронные звезды массу могут набрать. В паре нейтронная звезда-нейтронная звезда мы не ожидаем большой нейтронной звезды, потому что ей неоткуда было набрать много вещества. А в системе с белым карликом это было возможно. И вот есть уникальная система. Ну, красивый телефонный номер я не выписал. Она, естественно, называется PSR, J, что-нибудь. Она совсем недавно была точно промерена, открыта была давно. Поскольку система с белым карликом, они не видят уменьшения орбитального периода, движения перигелия, зато они видят эффект Шапира и видят его очень хорошо. Еще раз, вот здесь просто хорошая картинка, хорошо объяснить, что такой эффект Шапира. Вот смотрите, вот пульсар, вот объект, создающий граф поле. Здесь сигнал от пульсара не проходит вблизи этого объекта и никакого особенного эффекта Шапира нет. Здесь сигнал проходит в непосредственной близости от объекта. И возникает очень сильная поправка по времени, которую люди измеряют. Ну, вот теоретическая форма эффекта Шапира, а вот эти штучки это наблюдение с ошибками. То есть видно, что все прекрасно ложится куда надо. И это позволяет очень точно определить массу. Здесь, естественно, время, а здесь временная поправка. Я боюсь соврать в чем. Но, следуя веяниям времени, я скажу, что в наносекунду. Но я не уверен, что это наносекунду. В общем, это просто какие-то мелкие доли секунды. Соответственно, мы получаем какое-то распределение, естественно, по массам. Никогда не получается одно значение. В зависимости от неопределенности разных параметров, это будет такая вот кудрявая величина, но нас интересует, собственно, вот это. Масса пульсара, а это вероятность того, что масса такова. Ну, вот центральное значение это 1,97. И ошибка невелика. Ошибка 7 сотых или 4. Сигма, по-моему, 4 сотых. Это самая массивная нейтронная звезда у тех, у которых масса измерена с достаточной точностью. То есть с многими сигма масса больше, чем, скажем, 1,8-1,85 масс Солнца. Ну и в пределах сигмы она больше, чем 1,93. Это означает, что если ваше любимое уравнение состояния не дает массу, вот неопределенность, это сигма нарисовано. Если у вас вот это любимое уравнение состояния, то, скорее всего, у вас большие проблемы, потому что вы несовместимы с этим измерением на, наверное, 4, а то и на 5 сигма. Это плохо. Если у вас вот это любимое уравнение состояния, то вам пора менять любимое уравнение состояния. Это заведомо несовместимо с этим результатом. Ну, если вы в него верите, пока нет никаких оснований в него не верить, он действительно выглядит очень хорошим. Результат, конечно, перепроверяли, и вроде бы там все ошибки посчитаны аккуратно. Сергей, это значит, что у меня состояние вообще не годится, или оно просто... Негодится вообще, вообще не годится. То есть там частицы взаимодействуют не так, как ты изложил в руках. Соответственно, сразу можно сказать, что измерение массы вблизи двойки свидетельствует в пользу жестких уравнений состояния. Вот самые мягкие, все отпадают. Странные звезды можно сюда дотянуть. Вот здесь показаны два когда-то популярных уравнения, но есть уравнения, которые сюда легко дотягиваются. В общем, странные звезды пока не увидят. Самая массивная измеренная на сегодня нейтральная звезда это так называемый в пульсах черная вдова. Кто такая черная вдова? Это такой паук. Почему он черная вдова? Потому что сам это убивает Солнца. Так вот здесь пульсар, раскручиваясь звездой, раскручивается в такой степени, что своим пульсарным излучением звезду полностью испаряют потом. Поэтому он называется черная вдова. Но пока он испарил не до конца звезду, мы видим двойную систему. И здесь центральное значение измеренной массы вообще 2,4 массы Солнца. Но зато видите, довольно большая сигма. В сигму как бы никто не верит никогда, все верят в 3 сигму хотя бы. Но в пределах 3 сигма это легко добирается до двойки. Поэтому это не выглядит ограничением существенно более сильным, чем у Т. Поэтому пока люди предпочитают вот этот пульсар J1614-2230 считать самым таким сильным ограничителем. А здесь слишком большая сигма. Это значит, что вообще там может быть какая-нибудь неучученная систематика и масса потом сползет. Сергей, а можно вопросы по предыдущему состоянию? Казалось бы, все, что ты меряешь, это орбитальный момент одной звезды относительно другой и собственное вращение, если вы ее тоже видите. А какое отношение имеет внутреннее устройство в каком состоянии? Ну еще раз, ты меряешь массу, а тебе не всякое уравнение состояния дает получить такую массивную нейтронную звезду. То есть уравнение состояния тебе, в частности, что показывает? Сколько веществ выдержит до коллапса? То есть, понятно, вот представьте, что один стол стоит как есть, это будет пенопластовый. Я вот беру так, прыгаю на него. Если бы он был пенопластовым, то, соответственно, он провалит. Вот мы узнали уравнение состояния. Можно вопрос? А радиусы их примерно? Нет. Вот поэтому прямая линия... Да, хороший вопрос, но давайте я сразу не отвечу. Активность радиокульсара определяется процессами магнитосферы. И на поверхности это не завязано вообще. Поэтому нет никаких путей. Мы очень точно измеряем массу, и это всегда будет вот такая линия. Провести хоть что-то широкое здесь, нет никаких пока видимых способов для обеспечения звайной физики. А если случайно не троездировали? Ну, если бы... На самом деле они просчитаны. То есть люди считали троездорию звезд, и ничего не попадает. А у меня тоже вопрос. Еще к предыдущему. Там где-то и Шафиров показывал замедление. А вот здесь нет эффекта увеличения яхтости? Это, наверное, яшков. Нет-нет-нет, это время. Есть ли линзирование, да? Я никогда не слышал, но мне трудно сказать почему. Ну, наверное, просто мало. Для линзирования надо, чтобы очень слабиться. Это тоже зависит от внутренней системы. Да. Это слишком большие угловые размеры. Да, то есть все попадает внутрь того же... Тот же поток и перехват. Нет, ну, подождите. А он разве излучает в этом конусе? Да, он излучает в конусе. А почему в конусе? Ну, излучение направлено. Разве он не изотропа? Нет. Мы поэтому видим пульсирующие излучства. Поэтому очень просто. Эффект означает замедение сигнала? Запаздывание. Запаздывание сигнала за счет гравитационного поля? За счет того, что он более длинный пульт проходит в гравитационную поля. Сергей, а как бы так наивно можно было бы сказать, что можно поставить ограничение на радиус этого синего объекта? Если есть микролинзирование, это значит, что радиус у него должен быть не меньше. Может быть синего. На самом деле, там вот еще проблема. Проблема в том, что все это было бы хорошо, если бы у тебя был точечный источник. Вот в таких масштабах, в масштабах уже двойной системы, пульсар это не точечный источник. Излучает это большой область в магнитосфере. Я думаю, это будет сильно портить. Потом еще надо, наверное, чтобы этот компаньон был прямо на линии связи, чтобы было линзирование. Для двойного пульсара я на этом не акцентировал. Представьте, это вообще фантастика, что так произошло. Здесь всего три угловых минуты было. Три угловых минуты. Нарисовать невозможно, на самом деле, в линии слились бы. Ответ такой. Если бы мы видели оптическое излучение или рентгеновское, то есть прямо с поверхности, то это был бы словно-точечный объект. Тогда бы мы говорили про линзирование. А радиоизлучение приходит от больших каких-то облаков, частиц в магнитосфере с размером большей нейтронной звезды. Ну, больших, короче, частей. И поэтому не можем сказать. И вообще это может излучать протяженная область. Поэтому, я думаю, это еще мешает. Так, хорошо. Про это мы сказали. Самое массивное, но пока не самое достоверное. А что значит, что вы излучаете? Просто реально греет. То есть у вас нормальная звезда. Просто нагревает. Да, просто нагревает. И так, почему пульсары массивнее в системах с белыми карликами? Потому что они здесь много наакрицировали. И вообще нейтронные звезды в двойных массивней. Вот здесь показано распределение, восстановленное. Вы понимаете, с одной стороны по семи объектам нельзя такую блокирующую поставить. Но современными методами байсовской статистики везде добивается этого. Вот это распределение для нейтронных звезд, у которых компаньоном является нейтронная звезда. А вот это распределение для нейтронных звезд, компаньоном которых являются белые карлики. То есть где-то вот несколько десяток, полторы десяток, две десяток массы Солнца. Система с белыми карликами дополнительно пустевать наакрицировать становится тяжелее. Важно, что распределение тянется до вот этих двух масс Солнца. То есть действительно вполне вероятно видеть объекты с массами порядка двух масс Солнца. Но здесь уже есть некоторые проблемы, согласно этой статье. Природа не дает нам такого уж частого повода, множество случаев для того, чтобы создать самые массивные нейтронные звезды. То есть вот не устраивает она тяжелую проверку уравнения в состоянии, редко когда нейтронные звезды дорастают до большой массы. Нейтронные звезды в рентгеновских двойных, поскольку времени мало, я пролистнул, у них гораздо хуже определяются массы. Массы определяются здесь немножко другим способом. Ну, собственно, как и для обычных двойных звезд. Вы просто видите, как система вращается, вы измеряете эффектом доплера скорости. Ну и все. Дальше получаете пару простых уравнений. Если померили скорости, то у вас есть ограничение как нынему на массу. Если знаете, каким углом видите систему, вы это знаете обычно, если видите затмение в системе, то тогда получаете более точное измерение массы. Ну вот типично, я просто покажу картинку уже такую увеличенную. Вот типично, что дают рентгеновские данные. Там масса 1.25, но очень большая ошибка. Это сигма. То есть там в пределах 3 сигма, тут в общем что угодно может быть. Вот более свежие данные. Что тут самое массивное бы выбрать мне? Ну, наверное, вот это. Ну, в общем, она не очень массивная система, и все равно довольно большая ошибка. Никакой такой экзотики нет. Здесь скорее экзотика сдвиг в малую сторону. Но люди думают, что все-таки может быть что-то не так в модели. Но в пределах 2 сигма, опять же, вы получите обычную нейтронную звезду с массой 1.26 масс Солнца. И ничего удивительного не будет. То есть рентгеновские системы в этом смысле много не дают. Ну, еще раз посмотрим на эту диаграмму. Повторюсь, сейчас более предпочтительными являются жесткие уравнения состояния, поскольку есть указания на существование нейтронных звезд с массой порядка 2. Что хочется получить? По двойным рентгеновским системам, в принципе, если отнаблюдать одновременно несколько эффектов, можно получать очень точные уравнения. И вы могли слышать лет 5 назад очень бурную дискуссию, поскольку вот была работа по этому объекту, где якобы они увидели все-таки эффекты. Они увидели якобы красное смещение. От этого, к сожалению, отказались даже авторы наблюдения. Они увидели тепловое излучение с поверхности. Вот вы видите такую геометрию характерную? Это радиус постоянный. То есть они определили радиус просто потому, что профитировали тепловое излучение, не думая, что оно прямо приходит от поверхности. И массу можно определить, потому что можно померить так называемый динтоновский предел светимости. Здесь он в пределе выходит на константу. Еще раз напомню, что это. Если у вас идет очень большой поток излучения, то световое давление будет сдувать вещество. И, соответственно, если вы знаете критическую светимость, когда начало сдувать вещество, то она зависит только от массы и свойств непрозрачности среды, то есть от химического состава. Соответственно, есть эти наблюдения, которые замечательным образом на этом придется остановиться. Сейчас спросите, а в каком пазроме поглощается? Ренгер, все это ренгер. Есть вот эти самые замечательные объекты, которые накапливают на поверхности вещество, а потом дают термоэйдерные вспышки. Барсты. Вот такой объект. Покопил, вспыхнул, покопил, вспыхнул. Есть зависимость между тем, как сильно вспыхнул, как долго покопил. Здесь это не очень видно, но, поверьте, так оно и есть. Так вот, вспышка быстро охватывает всю звезду, вещество откидывается вверх, а потом медленно оседает. Время свободного падения на нейтронную звезду – это миллисекунды. А мы видим, как постихонечку меняется поток, вещество медленно оседает. Соответственно, его держит излучение. И в этот момент светимость примерно равна дингтоновской. Люди умеют по спектральным свойствам выделять те моменты, когда светимость еще ближе к дингтону, когда совсем вещество ложится на поверхность. Напомню, что такое дингтонская светимость. Это предельная светимость, при которой уравновешивается сила давления света и гравитация. Когда вещество свободно плавает, потихонечку падает, это должно было бы упасть за миллисекунды. Вы здесь имеете весь спектр излучения или все-таки рентгеновскую часть? Ну, окей. Важно, когда вы считаете дингтон, ну, конечно, у вас есть там какой-то спектр подлежащий, тепловой, например. Есть непрозрачность вещества, которое сколько-то там задерживает, сколько-то пропускает. И, конечно, когда считают, считают весь спектр. Но реально здесь для конкретных параметров системы важно именно рентгеновское излучение. Там и максимум излучения, ну и, соответственно, для поглощения это тоже оказывается наиболее важно. Так вот, якобы для этой системы, повторюсь, был измерен диктоновский предел, он фактически задает массу. Был измерен радиус поверхности, было измерено красное смещение, и было замечательное ощущение, что все они пересеклись в одной точке. Ну, вот, соответственно, можно выписать все эти уравнения, как там масса, радиус и расстояние до объекта зависит от наблюдаемых величин. У вас три величины, три уравнения, и тогда вы могли очень точно определить одновременно массу, радиус и независимо расстояние. Даже не надо руками задавать расстояние, оно получается из задачи. Но вот, к сожалению, здесь все рассосалось, хотя получалось очень красиво. Для разного химсостава, вот этот разный химсостав, икс – это доля водорода. Ну, для стандартного 70% водорода в любом случае получалась очень жесткая нейтронная звезда, и откидывались многие уравнения состояния, в первую очередь кварковые, ну и какие-то там гиперобные. Но, повторюсь, оказалось, что базовое наблюдение гравитационно-красное смещение, которое здесь задает такую вот прямую линию, оно было заведомо неверным. После этого все начало рассыпаться, и в итоге оценка массы получилась очень плохая, ничего не ограничивало. Потом работы продолжались, и та же самая оптимистичная группа людей получила новые оценки для других объектов. Вот, опять-таки, они получали очень маленькие области. Это четыре разных источника. Но снова в данном случае оспаривались не наблюдения, а оспаривался метод оценки. Здесь они руками задавали очень хорошо якобы известное расстояние. Расстояние не очень хорошо известно, и более реалистично вот эти маленькие красивые пределы расползались вот в такие блямбы в одной методике или вот в такие бананы в другой методике. И снова оказывалось, что пока ограничения сделать не получается. Но, повторюсь, понятно, что рентгеновские наблюдения в принципе могут дать вот такие области. Пусть конкретная группа, значит, все время слишком оптимистична в своих указаниях. Но, тем не менее, метод работает, и нет сомнения, что лучшие ограничения на уравнение состояния, скорее всего, будут получены именно с помощью рентгеновских наблюдений. То есть, понимая, в какой аудитории нахожусь, я бы сказал, что для того, чтобы изучать ядерное вещество, нужно строить не только ускорители, но и рентгеновские телескопы, чтобы запускать этот космос. Но, пожалуй, да, это я пропущу. Есть еще один метод. Пока он дает верхний предел, он дает оценку радиуса. Есть очень красивый эффект, связанный вот с чем. А можно там вот потыкать и запустить этот мультик клик? У меня не будет много разум. Представьте, что у вас вещество течет на компактный объект, неважно, нейтронную звезду или черную дыру. Вот оно течет. Здесь оно движется к нам из-за эффекта Доплера ярче. Задняя сторона диска к нам повернута, поэтому диск не выглядит как граммофонная пластинка. Здесь все темнее, потому что движется от нас, из-за красного смещения все сдвигается. Может быть спектральная линия, это линия железа. Так вот, у линии железа отрастает такое красное плечо. Можно еще раз запустить, пока я говорю. Отрастает красное плечо. Почему? Потому что излучение приходит из самых внутренних частей диска. И здесь оно испытывает большое гравитационное красное смещение. И, соответственно, можно, зная массу, определить внутреннюю границу диска. Потому что это, например, последнюю устойчивую орбиту. Метод эффективно работает для черных дыр. Там масса черных дыр определяет и параметры их вращения таким способом. Для нейтронных звезд, залдав руками массу, удается дать верхний предел на радиус нейтронной звезды. Поскольку диск не упирается в саму нейтронную звезду, значит, радиус нейтронной звезды как минимум меньше, чем размер внутренней границы диска. Но вот пока это как-то не супер хорошо. Вот для нескольких объектов они получили профиль линий. Вот это красивое красное плечо. То есть нет сомнений, что эффект работает. Видно излучение внутренних частей диска. Но пока это не дает каких-то серьезных ограничений, достаточных для ограничений во вне несостоянии. Есть еще одна интересная идея, но это уже дело будущего. Вот я все говорил о определении массы радиуса. Можно определять момент инерции. Если есть двойная система, и там есть сильное спинно-орбитальное взаимодействие, то можно получить наблюдаемые величины, из которых будет вытаскиваться момент инерции нейтронной звезды. В данном случае, значит, спинно-орбитальное взаимодействие. В данном случае, в общей теории относительности, у вас будет взаимодействие спина, собственного вращения нейтронной звезды с орбитальным вращением. По эволюции того, как будет двигаться пучок, можно определить параметры. И была надежда, что для двойного-двойного пульсара, где обе нейтронные звезды видны, это удастся измерить. И вот эта кривая нарисована до гипотетического измерения момента вращения с 10-процентной ошибкой. Но оказалось, в более поздних статьях было показано, что не получается это быстро сделать для этой системы. Поэтому все-таки задача на будущее. Хорошо. Наверное, с этим я остановлюсь. Про быстрое вращение рассказывать не буду. И перейду к следующей лекции. Пока я перехожу, наверное, у меня можно спросить. Сколько осталось? Еще осталось. Треть сказать, отлично. Вопрос здесь. В общем, мы можем наблюдать вот эти пульсары, которые быстро обращаются по узкому пучку радиозлучения. Ну, в общем, прямо квантов. Вот, насколько я знаю, в принципе, этот угол поворота, он может быть абсолютно случайным. А какие-нибудь оценки для количества вот этих звезд проводились? Да. И вообще, какие методы оценок используются для плотности, их размещения, например, в галактике? Значит, если мы хотим узнать общее количество нейтронных звезд, то ожидание будет связано с тем, сколько у нас есть массивных звезд, которые в них превращаются. И это дает вот несколько сот миллионов нейтронных звезд в галактике. Теперь, если мы хотим использовать пульсарную статистику для проверки этого предположения, то нам нужно, во-первых, учесть, сколько пульсары живут, как они эволюционируют, во-вторых, совершенно правильно вы говорите то, в какой угол они излучают. Здесь уже начинаются модельные предположения. Ну, то есть мы видим какое-то количество пульсаров, мы можем примерно понять, какие это углы. Углы — это примерно, они зависит от периодов сильно, но это градусы, десятки градусов. То есть, грубо говоря, мы видим 10% пульсаров. Остальные 10% не светят на нас. Ну и, соответственно, одно другое с другим в разумном согласии находятся. Там есть некая свобода для игры. Гамма-пучки шире, и вот сейчас летает спутник Ферми, он видит много гамма-пульсаров, которые даже при глубоком изучении не видны в радио. Это означает, что гамма-пучок мы видим, а более узкий радио-пучок поскакивает. Хорошо. Последняя часть связана с тепловой эволюцией нейтронной звезды, и опять-таки это имеет отношение к физике внутри нейтронных звезд. Итак, у нейтронных звезд можно выделять как минимум две эволюции. Первая, она, мне кажется, более такая глобальная и общая, она важнее для астрофизики. Это так называемая магнито-вращательная эволюция. Нейтронная звезда в ходе своей жизни, во-первых, замедляет вращение, пока ей не начнет аккреция раскручивать. Во-вторых, может затухать магнитное поле. И тогда меняется проявление нейтронной звезды. Ну, можно, например, я не буду про эту картинку сейчас говорить. Здесь период отложен, здесь просто время. Вот звезда родилась с каким-то коротким периодом, это типично. Она быстро вращается, у нее есть магнитное поле, она видна как радиопульса. Она потихонечку замедляется, затухает как радиопульса. Что это означает? Не генерируется каскад электрон-позитронных фар. Но звезда продолжает выбрасывать достаточно много релятивистых частиц электромагнитных волн, и она выметает все вещество, которое есть вокруг, за любой характерный радиус. То есть она пока не очень чувствует внешнее вещество. Ну вот, звезда замедляется дальше, поток ветра становится меньше, поток электромагнитных волн становится меньше. И, наконец, вещество начинает проваливаться близко к нейтронной звезде. Но оно не может упасть прямо на нейтронную звезду, потому что есть быстро вращающееся магнитное поле, а вещество падающее ионизованным. Вещество тут же вмораживается в магнитное поле. Если звезда быстро вращается, то вещество откидывается обратно. Это было названо эффектом пропеллера. Вот там, кто смотрел фильм «Танкель Кэш». Бегут из тюрьмы, ползут по туннелю вентиляционному. В конце такой пропеллер вращается и пропасть дальше нельзя. Вот это и есть эффект пропеллера. Нейтронная звезда продолжает замедляться дальше. И, наконец, вот этот центробежный барьер оказывается тоже преодолен. И вещество выпадает на поверхность, начинается аккреция, период может вначале резко увеличиться, но потом установится какое-то равновесие. Есть торможение из-за взаимодействия вещества с магнитным полем. Есть ускорение, потому что вещество приносит угловой магнит. Это магнит вращательной эволюции. Наиболее хорошо она, пожалуй, изучена для радиопульсаров. Ну, вот снова диаграмма ТП с точкой. Обычные пульсары в кружочках, это пульсары в двойных системах. Вот их раскрутило аккреция. Они имеют очень короткие периоды и слабые магнитные поля. Вот магнито-дипольная формула самая простая. С ее помощью мы можем оценивать магнитное поле, если знаем периоды производных периодов. Но совершенно отдельный кусок — это тепловая эволюция нейтронных звезд, о которой я, собственно, и буду говорить. Нейтронные звезды остываются. Они рождаются очень горячими и потихоньку начинают терять тепловую энергию. Теряют, во-первых, за счет излучения нейтрина из всего объема, а во-вторых, за счет излучения фотонов с поверхности. Вначале важнее нейтринное излучение, пока звезда горячая. Когда она остывает, нейтринные процессы, как мы увидим, очень сильно зависят от температуры. Важнее становится стадия фотонного охлаждения с поверхности. Здесь есть много неопределенностей. Даже если мы задались каким-то уравнением состояния, то темп нейтринных реакций очень сильно зависит от плотности. Соответственно, он будет очень сильно зависеть от массы. И разные кривые остывания, здесь возраст 100 лет, 1000 лет, 10000 лет. Кривые остывания могут очень здорово зависеть от массы. Кроме этого, они могут зависеть от всяких более тонких эффектов внутри нейтронной звезды. Вот для одной и той же массы здесь кривые построены для разных параметров сверхтекучести. Протонный, нейтронный. Опять-таки, мы получаем очень разные кривые остывания. Это одновременно хорошо и плохо. Плохо, потому что есть большая теоретическая неопределенность. Хорошо, потому что, коли неопределенность столь велика, то, помещая сюда какие-то наблюдаемые объекты, нужно очень здорово ограничивать параметры модели, описывающих устройства нейтронной звезды. Сергей, я тебе все покажу. Хорошо. С чего начинается эволюция нейтронной звезды? Начинается все с коллапса. Вот, так сказать, момент ноль. Начинает оседать вещество, которое буквально в доле секунды формирует протонейтронную звезду. Она еще... Ну, может быть, образовалась черная дыра. Но нас интересует эта ветка. Это протонейтронная звезда. Она очень богата лептонами. У нее большая энергия. Она непрозрачна для нейтрина. Вот существует нейтриносфера. Нейтрины не могут излучаться из объема. Они излучаются только с поверхности. Звезда конвективна. Именно в этот момент можно усиливать магнитные поля. Из-за нейтрины конвекции может работать очень эффективный динамомеханизм. Это такое вот ядро магнитарной гипотезы. Повторюсь, магнитары были вначале предсказаны. Идея состояла в том, что на стадии нейтрины конвекции можно в десятки раз усилить магнитные поля. Затем все лептоны у нас потихонечку улетают. И спустя меньше чем минуту звезда становится прозрачной для нейтрино. В этот момент у нее противоестественное распределение температуры. Холодное ядро и горячая кора. Ядро остывает из-за эффективных нейтринных процессов. Нейтрино прямо уносит энергию из объема. А в коре никакие нейтринные процессы не идут. Поэтому кора вначале оказывается теплой. Она потихонечку фотоном из поверхности остывает. Но вот за несколько лет, может быть несколько десятков лет, звезда становится практически изотермичной. Есть, опять-таки, очень тоненькая кора, которая выступает в роли такого теплового изолятора. Про это тоже, может быть, успеем поговорить. Но важно, что, это очень важное утверждение, звезда имеет постоянную температуру внутри. Во всем объеме, кроме последних 100 метров, скажем. Здесь есть одно но. Какое но? Кто-нибудь из студентов может сказать? Я бы никогда не сказал, поэтому вы не удивляетесь. Какой вопрос? Вот утверждение, что температура постоянно по всей нейтринной звезде. Вот какая поправка к этому должна быть? Что там все-таки не так? Почему температура известным образом будет отличаться? Не так там то, что очень важны эффекты общительной атмосферы относительности. То есть смотря откуда имеется? Нет, даже физически, если вы будете вносить градусник, у вас изотермичность, вот баланс, что тепловая энергия никуда не течет, у вас в уравнение войдет параметр, который связан с гравитацией. И поэтому... Ну, представьте, что у вас там более простая вещь. У вас есть сфера, заполненная излучением, да? Вот она так изотермична. У вас везде вроде одинаковая температура. Но если у вас есть очень сильный кардиент гравитационного поля, то у вас есть гравитационное красное смещение. У вас как бы температура-то одинакова, но реально энергия фотонов, она будет отличаться. Здесь такая же штука. Температура одинакова с учетом того, что есть еще поправки в теории относительности. Ну вот после этих десятков сотен лет начинается нормальная тепловая эволюция нейтронной звезды, когда ядро имеет одну температуру, и она потихонечку остывает. И есть какая-то температура поверхности, которую мы наблюдаем. Ну вот еще раз вспомним устройство нейтронной звезды. Вот где-то до верхней границы ядра температура вся одинаковая. А дальше есть кора, которая выступает в роли теплового изолятора, и на поверхности мы видим температуру меньшую. График я потом покажу, но грубо говоря, там миллиард здесь и миллион здесь. То есть такой хороший слой теплоизолятора лежит. У меня, к сожалению, время мало, я часть раскочу. Существенно, когда мы измеряем температуру нейтронных звезд, что все-таки нейтронная звезда может быть не просто пуском железа. Она может быть не просто пуском железа, тогда все просто. Мы видим чернотельный спектр, который полностью соответствует температуре поверхности. Но в нейтронной звезды может быть атмосфера. Поскольку гравитация очень сильная, атмосфера очень сильно сепарирована. Легкие элементы сверху. Ну и, соответственно, если у вас легких элементов нет вообще, атмосфера очень тоненькая. Тоненькая означает миллиметры. Если же у вас есть водород, атмосфера будет очень толстенькая, что означает несколько сантиметров. Но вот эти несколько сантиметров могут очень сильно корежить спектр по простой причине. Вещество все-таки для рентгеновских квантов не очень прозрачно. Типичная температура, повторюсь, миллион в соответствии на энергии квантов 0,1 кВт. А там в атмосфере тоже распределение больше? Да. Ну, там, с поправкой на всякие вещи сильное магнитное поле может немножечко его корежить, но идея та же самая. Так вот, наблюдая толстую атмосферу сверху, мы будем видеть такой эффект. Более энергичные рентгеновские кванты, для которых вещество более прозрачно, приходят к нам из глубоких краев, и они имеют большую температуру, потому что чем глубже, тем теплее. Более длинноволновые кванты, для которых поглощения сильны, приходят к нам из верхней части атмосферы, и они холоднее. Соответственно, тепловой спектр будет сдвигаться. По жестким квантам вы будете видеть более высокую температуру, по мягким квантам вы будете видеть более мягкую температуру. И, соответственно, вот что произойдет. Пунктиром показан чернотельный спектр. Здесь энергия. И вот, например, вот такой синей линией показан водородный спектр. Он выглядит почти как черное тело, но смещен. На больших энергиях мы видим больше, на маленьких энергиях мы видим меньше. Это вот эффект водородной атмосферы. Железная атмосфера, она идет практически вдоль черного тела. Она изрезана, там могут быть линии. Но зато общий ее характер соответствует примерно черному телу. А больше почему ты делаешь? Ну, просто у тебя вот спектр, конечно, интеграл энергии сохраняется. Энергия просто перераспределила. Оказалось, что ты просто умножаешь это на пункте, как прозрачность есть света. Где-то она единичка, где-то там 0,9, 0,5. Если она поглощает, значит она нагревается. Но, еще раз, вот смотри. На больших энергиях ты ожидал бы увидеть меньше квантов для данного полного излучения. Вот у тебя есть, ты измерил полный поток, да? Ты смотришь по черному телу, я ожидаю увидеть сколько жестких квантов? Там, я не знаю, 10. А видишь больше? Почему? Потому что у тебя перераспределилась энергия, и у тебя те мягкие кванты, которые должны были бы прийти с большой энергией, они не пришли. Ну и соответственно у тебя как бы эффективно повышение. То есть интеграл опять же сохранит все спектры, просто сместится. У тебя будет больше, ну по-другому. У тебя будет меньше относительная доля смещения. Да, да. Может проще с другой стороны. У тебя придет меньше мягких квантов, но энергия сохраняется, и она будет запихана в жесткие кванты. Так, наверное, погиб. И атмосфера это очень хитрая вещь. Большая загадка была связана с источником в остатке Кассиопеи. Никак не могли подобрать атмосферу для него. Все получалось плохо, очень плохая оценка радиуса получалась. А объект не пульсирует, то есть вроде мы видим всю поверхность. Ну вот только подобрав углеродную атмосферу, которую почему-то долго никто не... Ну в смысле почему-то понятно, в общем не очень ожидается углеродная атмосфера. Рассматривается какая у вас межзвездность, где много водорода и гелия. Они могут падать на поверхность. Это естественная атмосфера. Железо это когда наоборот все сдуло, кора на железе. Есть еще такой набор, называется кремниевый пепел. Это то, что как ожидается выпадает после взрыва сверхновой. Некий набор именно этих элементов. А вот углеродная атмосфера никто особенно никогда не выбирает. Здесь она лучше всего подходит и позволяет по остыванию, ну и свойствам спектра, куда все-таки масса входит в подгонку, как вы видите не очень хорошо, но входит. Удается получить вот такую большую загогулину на графике масса-радиус. Ну и при известном расстоянии, расстояние до объекта известно хорошо, потому что это остаток сверхновой. Удается грубо получить, например, что это не очень легкая нейтронная звезда. Это единственное ограничение, которое они дали. Ну вот, соответственно, давайте я, к сожалению, пролесну и двинусь дальше. Итак, допустим, мы научились измерять температуру поверхности, и нас теперь все-таки интересует физика, связанная с охлаждением. У нас есть тепловая энергия, которая уносится нейтрином из объема и дамоквантом из поверхности. Соответственно, в самом простом случае фотонная светимость – это просто 4,1 квадрат сигма ТФ4. Ну и так-то все очень просто и хорошо. Температура на поверхности, как я говорил, она сильно меньше температуры ядра. Есть несколько рассчитанных зависимостей, но вот, грубо говоря, видите, она вот так идет. Миллион на поверхности – это 100 миллионов в ядре. Миллиард градусов в ядре – это несколько миллионов градусов на поверхности. То есть, опять-таки, это существенная неопределенность, и она портит жизнь людям, которые пытаются по измерениям температуры поверхности говорить что-то у процессов внутри, куда неизбежным образом вкладывается физика коры, который известен, конечно, лучше, чем физика ядра, но все равно недостаточно хорошо. Плюс, как вы видите, это все зависит от магнитного поля. Я, ну, на самом деле, не вдаваясь в детали, это легко объяснить. В корее теплопроводность обеспечивается электронами. И если, например, у вас на полюсе силовые линии идут к эндикулярной поверхности в среднем, а на экваторе – вдоль, это означает, что электронам очень легко переносить энергию на полюса и очень трудно на экватор, потому что ему приходится двигаться поперед в силовых линиях, поэтому мы ожидаем, что полюса горячее, и поэтому мы видим пульсирующее излучение от этих нейтронов звезд. От чего зависит охлаждение? Охлаждение зависит от темпа излучения нейтрена, от теплоемкости, от наличия сверхтекучести, от теплопроводности во внешних слоях, ну и, возможно, могут быть какие-то дополнительные источники нагрева. Вот, собственно, основные процессы излучения нейтрена, в чем был вопрос. Самый мощный процесс – это фурка-процесс, но история настолько хорошая, кстати, половину людей слышал, другую я расскажу. Урка-процесс. Придумывал название Гамов, который много чего придумал, в частности, занимался этим. Одни с другом были в Рио, а Гамов родом из Одессы. Будучи в Рио, они пошли в казино. Пошли они в казино, которое организован тоже в лучшем Одессе. Казино это называлось Урка. Так вот, значит, Гамов с приятелем-физиком пошли туда. Пошли они не одни, пошли они с женами. Собственно, жены играли, они сидели, обсуждали физику, а жены периодически забегали и просили еще денег. И обсуждали они, видимо, примерно такой процесс. И Гамов сказал, что здесь энергия теряется так же быстро, как деньги в казино Урка. И он назвал это Урка-процессом. То есть это не аббревиатура. То есть это настолько не аббревиатура в одном русскоязычном журнале, ну, собственно, это был известный Академия наук. У нас редактор просто напрямую про это не можете, или более приличную аббревиатуру, или вообще избежать упоминания слов. Вы сказали, нет. Вот, значит, действия Урка-процесса. То есть какой? Самый первый? Да. Ну, собственно, прямая реакция обратная. Аналогичные процессы могут быть на пионах, калонах и в кварковой материи. Это очень эффективное энерговыделение. Но лучше всего оно идет в обычной ядерной материи. Иногда этот процесс не идет. Не выполняются условия на сохранение импульса, и нет эффективного прямого УК-процесса. Вот питерская группа, они очень любят еще другие аббревиатуры. Есть вот прямой УК-процесс, а есть модифицированный УК-процесс. Он идет всегда при любой плотности. Здесь фигурирует еще один наклон, который позволяет вам сохранять импульс. Он идет, как вы видите, с гораздо меньшим энерговыделением, зато идет всегда. Соответственно, модифай турка и дарек турка называют мурка и дурка. Опять же, так и типишек. Я, кстати, вам очень советую, я не думаю, что студенты прям активно пользуются, просматривайте успехи физических наук. Там есть много хороших обзоров статей, в частности, вот по оставанию нейтронов-звездки. Есть хорошие статьи питерской группы Яковлева и УСА-Австера. Ну, в частности, там они описывают УК-процесс. Есть, естественно, тормозное излучение. При этом также излучается не вверх. Очень важна зависимость от температуры. Она всегда очень сильная. Для прямых УК-процессов это шестая степень температуры. Для модифицированных УК-процессов это восьмая степень температуры. Соответственно, остывая нейтронная звезда очень быстро остывает все медленнее и медленнее. Это довольно существенное начинание, поэтому мы их долго можем видеть довольно-таки горячими. Ну, вот, собственно, расписаны некоторые из этих процессов. Я, пожалуй, не буду останавливаться. Кого интересуют детали, в соответствующей книжке это все есть. Соответственно, можно записывать уравнения для остывания. Вот здесь, видите, все уже с учетом эффектов общей теории относительности, что имеет отношение к тому самому вопросу. У вас входит не просто температура, а вот такая комбинация. Ну, соответственно, есть нейтринное излучение, может быть нагрев. Спасибо. И это вот основные процессы, которые люди... В смысле, основные уравнения, которые люди запихивают в ход. А дальше важно уже, насколько эффективны идут нейтринные процессы. И это позволяет рассчитать нейтринную светимость. Вы рассчитываете, кроме этого, теплопередачу, рассчитываете фотонную светимость поверхности. Ну, и записываете уравнение тепловой эволюции нейтринного свет. Существует много моделей тепловой эволюции в зависимости от того, какая детализация нужна. Существуют упрощенные модели... Фотонная, в конце концов, небольшой вклад вносит? Зависит от температуры вначале, когда ядро горячее, несколько сот миллионов градусов. Фотон вносит небольшой вклад. А потом, когда ядро уже остывает, в зависимости, там, восьмая степень температуры, и где-то с возраста, там, несколько сот тысяч лет, после взрыва сверхновой, более важным становится фотонное охлаждение с поверхности. Парниковый эффект, там, не меняет? Не влияет на это дело? Ваше распределение... Да, влияет. Поэтому я сказал, что теплопроводность внешних слоев, она, конечно, очень здорово влияет. Это очень важный такой характер. Есть разные модели, в зависимости от необходимости детализации. Есть вот упрощенные модели, где нет сверхтекучести, нет никаких сложных внешних оболочек, нет магнитных полей. Звезды состоят только из протонов-нейтронов. Тогда у вас есть только прямые модифицированные рукопроцессы в первом приближении. Пока звезда легкая, прямых рукопроцессов нет. И звезда остывает очень медленно. Но вот есть некая критическая масса, при которой плотность в центре, где она достигает критического значения, и открывается прямой рукоканал. Тогда звезда остывает гораздо быстрее, и температура быстро падает. Сергей, а можно вопрос? А как нейтроны успевают не распасться за эти 5000 лет? А они просто стабилизированы в высокой плотности. Ну как в ядре? А что это? Тяжелее. В ядре, а тут есть байндут энергии, да? А здесь какая? Если у тебя температура 100 миллионов градусов... Да, но плотность у тебя несколько ядер. И что? То есть это же больше, чем разница массы между протоном и нейтроном? Логично свободно? Не свободно. У тебя идут прямые обратные процессы. У тебя обратные процессы рождаются. Нет, но да. У тебя обратные процессы, как и протон, и электрон. Да. То есть если нейтрино родилось, то оно умрет. Да. Поэтому они и остывают. И в этом как бы и прилиц. У тебя звезда все время остывает, находясь как бы в бета-равновесии. За счет того, что постоянно идут реакции. Туда-сюда и у тебя улетает нейтрон. И ты прав. Чем больше температура, тем эффективнее идут эти процессы. Температура падает. Процессов превращения становится меньше и меньше. В самых простых моделях остывания удается качественно, хорошо описать кривую, но не удается уже детально прописать в конкретные источники. Поэтому люди начинают строить более детальные модели. То есть опять же, здесь есть такой хороший месседж и плохой. Хороший в том, что мы качественно, видимо, правильно понимаем тепловую эволюцию нейтронных звезд. Плохой в том, что нужно лезть в детали, чтобы описать данные по конкретному источнику. Ну вот если нет никакой сверхтекучести, смотрите какой резкий скачок. Вот нет прямых у РК-процессов. А вот масса стала всего на одну сотую больше. Включились прямые у РК-процессы и объект очень быстро остыл. С одной стороны, вроде бы вы все можете объяснить, но получается у вас, что у всех этих объектов масса одинаковая с точностью лучше, чем одна сотая масса Солнца. Это очень противоестественно, этого не хочется. Этого не хочется, и поэтому такая модель тоже считается не самой удачной. Дальше люди начинают играться со сверхтекучестью. Сверхтекучесть может быть у протонов, у нейтронов, может быть в ядре и в коре. Но в коре не может быть сверхтекучих протонов. Соответственно, возникает так минимум три варианта для включения сверхтекучести. Микрофизика здесь изучена плохо. И люди часто пользуются феноменологическими такими кривыми, которые напрямую не связаны с какой моделью, но в моделях не противоречит, и все получается как бы умеренно хорошо. Сверхтекучесть дает двояркий эффект. С одной стороны, сверхтекучесть запрещает прямые РК-процессы, то есть нейтронные звезды не начинают послевать очень быстро. С другой стороны, сверхтекучесть открывает дополнительный канал излучения нейтрина, но более слабый, чем при прямом РК-процессе. И это очень хорошо, потому что получается, что у вас с одной стороны нейтронные звезды не падают совсем в ноль по температуре, а с другой стороны расплывается полоса, которая без учета сверхтекучести давала одну такую уникальную кривую остывания. И такой большой успех, достигнутый в конце 90-х, начале 00-х годов, был связан с тем, что люди при реалистичных параметрах сверхтекучести научились описывать остывание нейтронных звезд, используя реалистичное распределение массы. Тогда же сформировалась такая минимальная модель остывания нейтронных звезд, которая, если вам просто нужно что-то взять по остыванию нейтронных звезд, является хорошим, даже не нулевым, а первым приближением. Здесь нет прямых рукопроцессов, но включены процессы, связанные со сверхтекучестью, и включены свойства вот этих внешних оболочек, которые являются теплоизоляторами. Ну вот в рамках таких моделей удается объяснить данные. Квадратики — это данные. Соответственно, есть неопределенность по светимости звезды, есть неопределенность в измерении возраста. Есть неопределенность, связанная с составом оболочки. Легкие элементы или тяжелые там доминируют. Но видно, что, играясь вот этими параметрами, можно очень эффективно объяснять наблюдательные данные. Данных не очень много. На самом деле, это не такое большое количество объектов. Данных мало, потому что для этого метода нужно очень точно знать возраста. Возраста известны нейтронным звезд независимым образом плохо. Как правило, они известны, если объект находится в остатке сверхновых. И тогда, определяя возраст остатка сверхновых, мы определяем возраст нейтронной звезды. Есть экстремальные случаи — это исторические остатки сверхновых, когда была летна вспышка. Но такие случаи совсем на перечет, и в общем они большой роли здесь не играют. Про компактные объекты в остатках сверхновых я говорил, поэтому я проясню. Кроме одного замечательного случая — это очень красивое открытие, прошлогодний результат. Видно, как она остывает. Это совершенно поразительная вещь, никто не ожидал. Вот несколько лет, ну собственно 10 лет наблюдения, чуть меньше, видно, как падает температура нейтронной звезды. Это повторюсь неожиданно, потому что это очень быстрая динамика. Типичный возраст, типичное время остывания — это все-таки тысячи лет, десятки, миллионы. А тут за 10 лет мы видим падение температуры на 4%. Это очень много. И люди строят разные модели. Модель основная сейчас такова, что сейчас включилась протонная сверхтекучесть в ядре. Прямые рукопроцессы были запрещены. То есть звезда двигалась по МЮ. Кому нравится, честно говоря, это хорошо. Но вот это как раз та самая Мурка. Вот двигалась по Мурке. А здесь включился дополнительный канал. И звезда очень быстро начала переходить на новую траекторию. То есть она потихоньку выйдет на то остывание, которое свойственно нейтронным звездам с протонной сверхтекучестью в ядре. А мы ее удивительным образом застали в этот переходный период. Событие маловероятное. То есть про сигму говорить нечего. Но, может быть, вот такое невероятное событие случилось. Несколько независимых групп это посчитали. В общем, они неплохо умудряются описывать данные. Ну вот как выглядит PCI-PA в сравнении с другими остывающими звездами. Это один из самых, собственно, самых молодых объектов с хорошо измеренным возрастом. Для которого видно остывание. Это очень важно. Есть молодые пульсары, у которых свое излучение настолько сильное, что оно мешает видеть тепловое излучение поверхности. Но вот, видимо, мы поймали ее вот в этом удивительном месте, где происходит очень быстрое падение температуры. Хорошо. Последний кусочек, который я просто назову за недостаточным временем, связан вот с чем. Есть идеи по поводу того, какие могут быть дополнительные источники тепла у нейтроновых звезд. И, естественно, распад магнитных полей через затухание токов способствует нагреванию. Если в сети есть электричество, вы можете включить электрический нагреватель. Так вот, точно так же можно греть нейтронные звезды. И для магнитаров этот эффект, по всей видимости, мы видим. Давайте покажу какой-нибудь такой график. Здесь по вертикальной оси температура, здесь возраст, здесь магнитное поле. Вот так выглядело бухлевое остывание для обычной нейтронной звезды, где влияние распада поля невелико. А у магнитаров поля распадаются, и они гораздо горячее, это видно. Это, собственно, точки, это реально наблюдаемые температуры, а линии, это теоретические треки. И, по всей видимости, есть группа объектов, для которых важны эффекты нагрева. Ну и кусочек, который я не скажу, если Армен мне не даст еще пять минут, связан вот с чем. Есть совсем экзотическая вещь, которая, тем не менее, сейчас очень важна. В двойных системах тоже можно наблюдать осливающие нейтронные звезды. Это система в рентгеновских транзиентах, где акреция идет периодически. Вещество не постоянно падает на поверхность нейтронной звезды. Это видно, то есть мы видим периоды бурной активности у объектов, и видим спокойное состояние. Это не вспышка на поверхности, что важно. Это действительно была акреция, а здесь не было акреции. Это не связано с накоплением вещества. И когда акреции нет, видно, как нейтронная звезда потихоньку остывает. Вот тут, оказалось, работает очень интересная физика. Это не просто остывание нейтронной звезды. Она должна была бы остывать быстрее. В коре нейтронной звезды идут реакции. Связано это вот с чем. Вот у вас есть вещество, оно находится в равновесии. А вы сверху начали акрецировать, кидать еще вещество. И у вас кора, естественно, погружается вглубь. Это важно. У вас нейтронная звезда, прирастая массой, Это не просто вот был радиус один метр. Вы положили кусок вещества, а стал там метр десять сантиметров. Она поджимается. То есть кора опускается вниз. Нижние части уходят в более плотные. Там они выходят из равновесия. И запускается цепочка реакций, так называемые пикно-ядерные реакции. Сами пикно-ядерные реакции идут, потому что есть вибрации, а все у вас упорядочено в решетку. И при этом выделяется энергия. Энергии выделяется много. Энергия выделяется почти 2 мэва на нуклоу. И это здорово нагревает звезду. И именно учет пикно-ядерных реакций позволяет очень точно описать наблюдательные данные. И это позволяет исследовать внутреннее строение нейтронных звезд. Потому что я вернусь сюда. С теплом что происходит? Вот в каком-то слое у нас выделилась энергия. Энергия будет частично диффундировать наружу и излучаться в виде фотонов. Но частично она будет уходить внутрь и излучаться в виде нейтрин. Таким образом, хотя вы закачиваете энергию в кору, вы изучаете в том числе и самое внутреннее строение нейтронной звезды. И поскольку недра нейтронных звезд остывают по-разному для разных процессов, вот светимость велика, если есть прямой РК-процесс. Если там нет прямого РК-процесса, но есть пионный или колонный конденсат, светимость будет пониже. Если этого нет, а есть только сверхтекучесть, то тогда, соответственно, светимость будет еще меньше. И уже только по двойным системам можно тоже рисовать диаграммы, которые будут отбрасывать какие-то варианты. Например, наличие пионного конденсата не позволяет описать вот эти объекты. И они имеют слишком низкую светимость, они очень быстро должны были бы остывать. И это возможно только если есть прямой РК-процесс. То есть есть серьезные указания на то, что для этих двух объектов, во-первых, уравнение состояния позволяет РК-процессу существовать. Во-вторых, масса достаточно большая, чтобы процесс был запущен. Таким образом, кроме вот таких привычных кривых остывания для одиночных нейтронных звезд, здесь все понятно, здесь температура, здесь возраст, можно рисовать другие кривые, где здесь будет темп акреции, сколько вещества набиралось, а здесь светимость во время эпизода остывания. И точно так же будут возникать границы областей прямого РК-процесса, массивные звезды с пионным конденсатом, массивные звезды с колонным конденсатом. И вот все вместе это здорово дополняет друг друга, но и, повторюсь, позволяет ограничивать уравнение состояния. Ну вот я умеренно вовремя добрался до последнего слайда. Я не буду, наверное, его читать. Давайте тогда вопросы. Сколько у нас осталось времени? А вот магнитное поле в атмосфере нейтронной звезды сблигает спектр излучения? Магнитные поля облегчают остывание, если они есть во внешних слоях. Поскольку чем больше магнитное поле, тем легче у вас идет теплоперенос. Значит, нам нужна средняя картинка, наверное. Здесь показан только эффект магнитных полей. Красная линия соответствует расчету без магнитного поля, а вот черные кривые вверх, они соответствуют сильным полям. Вот 10-14, 10-15, 10-16. Ну и здесь то же самое для массивных звезд. Без полей 12, 14, 15, 16. Большое поле соответствует тому, что нейтронная звезда вначале остывает быстрее, потому что легче тепло придается поверхности. Но поскольку тепла сколько было, соответственно, если много излучили сразу, значит меньше осталось на потом. Поэтому звезда ярче в течение первых тысяч лет, скажем, десятков тысяч лет жизни, но слабее при возрасте под миллион лет. А по общему сдвигу спектра оцените магнитное поле? В принципе можно, но пока реально не хватает точности. Да, картинка у меня не очень хорошая. Ну вот смотрите, здесь зеленая кривая это без поля, красная это с полем для водородной атмосферы. На самом деле это не очень большое отличие. То есть теоретически можно, практически пока нельзя. При полях 10-14 гауз сдвигаются сильно, да? Там сдвигаются, да. Но опять-таки есть повод тому пульсару, который плохо замедляется. Там спектр говорит о том, что поля все-таки сильные на поверхности, но пока точность расчетов моделей и точность наблюдения недостаточно для того, чтобы четко это сказать. Но в принципе да, это возможно. Они будут издвигать только спектр. А какой спектр нейтрино-тепловые? Ну то есть нейтрино-тепловые, температура 10-8, 10-9, да? Нет, здесь 8-8 или полку. Или градусы. Да. Вот такие они должны получаться. То есть регистрируете их на Земле это вообще нереально? Да, нереально. Ну и их на самом деле с этими маленькими. Я думаю даже если у нас тут под боку стояла нейтранная звезда, я не очень понял, вы сказали, в самом начале коллапса нейтрино не могут излучаться, что они как будто там связаны с нейтрино. Я не очень понял, почему это так получается. Плотное горячее. Я честно не помню, относительно какой реакции большое сечение было. Нейтральные токи на ядре, самое большое сечение, удерживают нейтрино. Только нейтральные токи. Ну в смысле там, просто обычно говорят там, чтобы экранировать нейтрино нужны были бы какие-то там световые годы материи. Да, там плотность. Да, конечно, но плотность очень большая, да, но все равно там же нельзя. Нет, там есть. Ну да, там же, ну как будто там, ну солнце сжали на нескольких километров. Да, важно, да. Хорошо. Нейтриль это через солнце пролетает без проблем. А чем они так именно? То есть, в принципе, тот фарш это горячее, это их удерживает или как? Да, важно температура. Или они просто не возникают, нет богораспада. Не-не-не, возникает. Плотность большая еще. Не-не, плотность такая же, как потом. Плотность такая была, такая остатка. Да, большая плотность внутри. И большая температура. Но я не могу ответить. Смешение, отчастие, это тот механизм, который удерживает. И он идет лучше, при высокой температуре, да? Ну а как это связано с температурой? А температуру сколько там? 100 метров? Ну десятка. Ну температура, довольно широкий диапазон. Главное плотность. Температура не только высота, но плотность в России, чтобы удерживать. Чтобы пробег был, меньше, ну скажем грубо говоря, радиуса нейтронной звезды. Вот принцип удержания. Ну правильно, но течение есть, течение с температурой, делить на МЗ в квадрате. Что там говорить? Альга, температура, делить на МЗ в квадрате. Ну вот, когда высота температуры. Но... Сномер это мало. Сномер на МЗ, это одно тысячи. Можно вам просто так... Какую вот частоту вращения нейтронной звезды, вот самую, так сказать, максимальную, можно измерить? Ну вот сейчас... Ну измерить-то можно любую, но сам рекорд сейчас, например, точно измеренная, это 714 Гц. Чуть больше миллисекунды. Есть очень косвенные данные о частоте 1300 примерно Гц. Но в это не все верят, потому что это не прямые данные. Есть некое явление, которое связывают с вращением, и тогда вращение должно быть 1300. Ну то есть, в общем, мечтой является достоверное измерение периода. Меньше одной миллисекунды это пока не достигнуто. Но в миллисекунде подобрались очень близко. Есть. Сергей, а еще вопрос. Как экзотика типа эвимков может быть? Да, это смотрели, но вот то, что Игорь говорил, мало их туда попадает. То есть, они динамически, в общем, они ни на что не влияют. Нет. Гравитационно они, казалось бы, могли там собираться. Правильно. Но они очень плохо взаимодействуют друг с другом и с веществом. Почему внутри нас они не собирают? Потому что он берет и пролетает. Примерно то же самое с нейтронной звездой. Несмотря на то, что плотность выше, но вы набираете очень маленькую массу. Совершенно ничтожную. Люди считали, какой будет эффект, как он будет влиять на остывание, например. То есть, вы меняете распределение массы, вы взяли просто нейтронную звезду, засунули ее в реальный космос. Сколько-то она захватывает частиц темной материи. А вот захватывает мало. То есть, это ни на что не влияет. На том уровне наблюдения, какой есть. Казалось бы, они могли бы подогревать взаимодействие. Правильно. Я могу найти ссылки. Будут детальные статьи. Но все это глубоко внутри точности наблюдений. То есть, какой-то эффект есть. Нейтронная звезда будет чуть горячее из-за того, что внутри идет аннигиляция системной материи, например. Или из-за того, что она их нааккоррицировала и массу увеличила. Но эффект слишком мал, чтобы даже близко приблизиться к тому, что мы сейчас можем мерить. И это, повторюсь, детально смотрели. Вы рассматриваете нейтрино-электронные только? То есть, у вас нет таких звезд и таких условий, чтобы образовались нейтриномионные. Может быть, они дадут большую скорость охлаждения? А откуда же? Нейтриномионные, высокие температуры. Откуда они возьмут? Да, вот смотрите. Ответ, наверное, такой будет. Вот на вот этой стадии это уже все не важно. Про протонейтронные звезды я не рассказывал. Здесь, наверное, все это учитывается. В процессе формирования. Я думаю, что, опять же, частично Олег, наверное, скажет. Ну, у нас эльпионы, это же невысокие температуры. А температура 100 мл, значит, они почти не рождают. Ну, в самом начале, во время сверху... Надо больше, надо вверх. А спустя секунду уже... Четыреста хватит. Если есть, то побежишь. А что происходит с магнитным полем, допустим, нейтронной звезды при коллапсе в черную дыру? Или там звезды просто? Ну, собственно, вариантов как бы там особых... Ну, два, наверное, варианта. Первый, посмотрите, что такое магнитное поле. У вас текут токи где-то. Ну, вот вы взяли батарейку. Вот тут есть батарейка. Взяли в черную дыру. Батарейка упала в черную дыру. Вокруг этой штуки есть магнитная пуля. Ну, упала в черную дыру. Все осталось там. То есть, там то же самое. Текут токи в нейтронной звезде. Она расплохла. А плотность энергии куда ушла? В массу. Туда все, что попадает, все переходит в массу. Что не высвечивается. А те линии, которые были наружи, они высветятся просто. Ну, то есть, как-то потекут токи, они перезамкнут, и у вас энергия высветится. А черная дыра не закрутится при этом? Или непонятно, что это значит, что она закручивается? Не, ну, что она закручивается, понятно, что это такое. Но в магнитном поле... Ну, в смысле, в магнитном поле ни при чем есть вопрос с этим. Но если был момент вращения, он никогда не видит. Черная дра будет вращаться, вокруг будет там эффект лензотиринга, какое-то увеличение с ним отсюда. Вы называли рентгеновский телескоп, который сейчас летает. Еще раз скажите это название. А, значит, ну, если рентгеновский, то летает Чандра и СМР. Так все-таки где плотность больше, в гидре или на поверхности? Или плотность к центру всегда выше? Плотность падает только против. Вот так вот, если прикинуть, то у него где-то на поверхности, чуть подальше от поверхности, скорость вращения двух частил будет близка, к скорости света вообще. Ну, близка, да. Ну, значит, она же сжимается, значит, плотность будет больше. А, да, мне не в это легко. Ну, смотрите, если у вас серьезный эффект вращения, то у вас звезда сплющивается, она сплющивается на плюсах, растягивается тут. Ну, и, соответственно, распределение плотности, это вот такие эллипсоиды вращения. Ну, собственно, все точно так же, практически вы возьмете. Тогда можно пределный радиус просто поставить. Из чего? Ну, зная то, что скорость же не может быть выше скорости света. Но еще раньше она будет истекать. Все правильно, но более жесткий даже предел. Скорость убедания всегда меньше скорости света. И поэтому, если она стекает, то тогда это более жесткий предел. Это все правильно на том графике в этой лекции? Ну, вы помните, красный красный, где было написано rotation. Вот то, что вы говорите, это точно такая же линия, но стоящая чуть выше. То есть это будет более слабое ограничение. Ниже. Ниже. Ниже, да. Ниже. Ниже. Выше. Тем больше скорость, тем меньше... А, да, выше. Все, окей, да. Правильно. Закрещенная область. Да, да. Закрещенная область. Ну, если нет больше вопросов, давай. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ